Брифли ФМ представляет Эй, Висос, Майкл здесь. Хочешь ли ты заразиться вирусом Эбола, не выходя из дома и даже не вступая в контакт с больными людьми? Тогда, кажется, тебе повезло. Потому что уже сейчас есть возможность загрузить ДНК вируса Эбола. Прямо из интернета, серьёзно. Если ты не против подождать ещё пару лет, пока разовьётся 3D биопечать, то сможешь просто купить принтер и отправить свою ДНК туда и... Та-дам! Вы все можете напечатать вирус Эбола. Или сибирскую язву, или коронавирус. Да и вообще всё, что душа пожелает массово создавать дома, то, что истребит человечество. Так вымрут ли люди в ближайшие годы? И будет ли вымирание антропогенным, то есть результатом человеческих действий? Или это будет один из старых, уже знакомых сценариев гибели, которые история Земли знает достаточно хорошо. Исследование глобальных рисков, проведённое Оксфордским институтом будущего человечества, оценило шанс нашего вымирания как вида до 2100 года в целых 19%. Ну, сейчас вы могли подумать, да ну, ерунда же, бла-бла-бла, Армагеддон. Да нормально всё будет. Люди слишком умны, чтобы вымирить. Может быть, вы правы. Но предсказать отдалённое будущее трудно с уверенностью. А вот что действительно полезно, это то, что если вы примете эту неопределённость, то простой аргумент сможет доказать, что вымирание человечества в ближайшее время кажется куда более вероятно. Я говорю про аргумент Судного дня. Представьте себе гигантскую урну, которая содержит либо 10 шаров, пронумерованных с 1 до 10, либо миллион шаров, пронумерованных от 1 до 1 миллиона. Итак, вы не знаете, какая из них какая, но вам разрешено вытащить один шар. Что вы и делаете. И вытягиваете шар под номером 4. Это довольно убедительное доказательство в пользу того, что там было 10 шаров, потому что вытащить четвёрку из набора от 1 до 10 можно с вероятностью 1 к 10. Но вытащить четвёрку из миллиона различных чисел – вероятность всего лишь 1 к миллиону. Так представьте по аналогии, что ты так же пронумерован, как шар. Ты – человек, о котором примерно известно, каким по счёту ты родился. И эта цифра близка к сотне миллиарда. Столько других людей, скорее всего, родились до тебя. Важно отметить, что вы не можете выбирать, каким же вы родитесь по счёту. Так же, как и число шара, ты – случайная выборка из множества всех людей, которые когда-либо жили на планете. Аргумент судного дня указывает на то, что из 200 миллиардов человек есть 50-процентный шанс, что случайно выбранный человек, как ты, родиться в первой сотне миллиарда. В то время как, если будет 10 триллионов людей, вероятность, что любой человек, например, ты, попадёт в первую сотню миллиарда, будет равно только 1%. Либо ты особенный, и тебе повезло родиться настолько невероятно близко к началу истории человечества, или мы можем вполне угадать номер твоего рождения. Потому что никогда не будет десятков триллионов людей на этой планете. Вымирание людей произойдёт скорее раньше, чем позже. Но прежде чем вы окончательно убедитесь, что конец близок, имейте в виду, что аргумент судного дня не является бесспорным. Одна из проблем, которая в нём может иметься, это референтная погрешность. В самом ли деле вы являетесь действительно случайной выборкой из множества всех людей, которые когда-либо родятся. К примеру, предположим, что в не столь отдалённом будущем люди будут совершенно иные, чем сейчас. Возможно, тогда будет полно людей с напечатанными органами. Тот факт, что сейчас не очень много людей с данной характеристикой, может быть свидетельством того, что вы уже далеко не случайная выборка из множества всех людей, живших на планете, а только лишь из множества тех людей, похожих на тебя, тех, что вокруг тебя прямо сейчас, и тех, кто родился до тебя в летописи человечества. Также аргумент судного дня не учитывает вероятности фактических угроз или превосходства человека над этими угрозами в будущем. Он просто предполагает, что мы не знаем, каким будет баланс, и делает вымирание в ближайшее время и вымирание в далёком будущем равновероятными. Возможно, вы не верите в это. Возможно, вы убеждены, что человеческая изобретательность всегда будет оставаться на шаг впереди любого события, с которым она столкнётся. Может быть, вы правы. Но есть причины сомневаться в таком оптимизме. Возьмём парадокс с ферми. Если есть вероятность, что интеллектуальные формы жизни в нашей Вселенной способны жить на протяжении миллиардов и миллиардов лет, то... где же они? Почему небо столь безмолвно? Возможно, это потому, что угроза вымирания настолько велика для разумной жизни, чтобы её формы хоть когда-либо встретились друг с другом. Так что же? Это значит, что мы должны просто смириться и сдаться? Движение за добровольное исчезновение человечества так и считает. Оно было основано ещё в 1991 году, и его сторонники считают, что люди оказывают негативное влияние на Землю, и так будет всегда. Таким образом, у нас есть моральное обязательство просто остановить воспроизведение человеческого вида прямо сейчас и исчезнуть. Но что бы сделал компьютер? В некотором смысле, это то, что сделал Том Севен. Он создал программу, которая играет в видеоигры. Программа придумывала нестандартные методы и стратегии для победы в игре и даже эксплуатировала баги, о которых люди не знали или, по крайней мере, не рассказывали об этом. Он также научил программу играть и в более простые игры, такую, например, как Тетрис. И этот случай, мне кажется, имеет отношение к нашему вопросу. Компьютер не смог выяснить, что надо делать. Компьютер не был запрограммирован рассматривать будущее и последствия достаточно далеко в будущее, чтобы заметить, что складывание кирпичиков определенным способом имеет большое значение. В одном из запусков, столкнувшись с неминуемым поражением, компьютер сделал нечто жуткое. Вместо того, чтобы проиграть и увидеть на экране гейм-овер, он просто поставил игру на паузу. Навсегда. Том Севен объясняет рассуждение компьютера таким образом. Единственной выигрышной стратегией является не продолжать игру. И это верно. Если поставить игру на паузу навсегда, вы никогда не проиграете в нее, но вы также никогда и не выиграете. Или не достигнете высоких результатов. Хотя мы можем и не знать, что означает достижение высокого балла для разумной жизни во Вселенной, и способны ли мы их вообще достигнуть. Иногда мы можем запаниковать, когда будущее выглядит мрачным. Но если мы будем продолжать играть и постоянно учиться, скорее всего, в конечном счете мы можем понять правила и начать играть очень хорошо. Поэтому спасибо за то, что несмотря на общую звериную панику и экзистенциальный ужас, вы продолжаете играть и за то, что вы здесь. Субтитры создавал DimaTorzok